Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Лежье Ришье, французский скульптор, работавший в Сен-Майле на северо-востоке Франции. Родился около 1500 года. В основном работал в церквях своего родного Сен-Михеля. Начиная с 1530 года он пользовался покровительством Антуана, герцога Татаринги. Хотя Лежье иногда работал с деревом, он предпочитал бледный мягкий известняк с мелким зерном и небольшим количеством прожилок, добываемых Сен-Михеля и Сарси. И при работе в этой среде экспериментировал с изысканными техниками полировки, с помощью которых ему удавалось придать камню вид мрамора. Одна из его лучших работ – группа страстей, состоящая из 13 фигур в натуральную величину, выполненных из местного камня региона Маас. Его можно найти в церкви святого Этиена. Он также известен как Парад Богородиц. Другие работы, приписываемые ему, находятся в церкви Сен-Пьер, Бар-Ля-Люк и в Лувре. Хотя о личной жизни Лежье Решье известно немного, есть записи о том, что в 1560 году он вместе с другими жителями Сен-Миеля обратился к герцогу Лотаринскому с просьбой исповедовать реформированную протестантскую религию. В 1564 году он присоединился к своей дочери Ирнадине в Женеве, Швейцарии. Она вышла замуж за Пьера Гадара, еще одного протестанта, который покинул Лотаринги из-за своих религиозных убеждений. Решье оставался в Женеве на своей смерти в 1567 году. Возможно, больше, чем любой другой французский художник своего периода, Решье создавал несколько заметных работ, связанных со страстями. Смесь Голгоф, Пьет и изображение погребения. Решье создал Голгофа для приходской церкви в Бри и для церкви Сен-Этьен в Барле-Дю, знаменитую могилу для церкви Сен-Мишель в Сен-Этьен. Пьету для церкви в Этене и изображение Девы Марии, падающей в оборок для церкви Сен-Мишель в Сен-Мишеле. А также другие работы в соседних деревнях и в городах Лотаринги. Создал несколько погребальных статуй, в том числе статуй на могиле Рене де Шалона, принца Аранского, убитого в 1544 году при битве при Сен-Дизье. Создал скульптуру для гробницы Филиппы Гильденской, вдовой герцога Рене II Лотарингистова, он о Мусоне, где она умерла в 1547 году. Вот так вкратце из переводной википедии о французском скульпторе Лежье Пришье. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.